Друзья, всем доброе утро! У нас уже в 3 часа светает. На улице вовсю светло, прям как днём в 3 часа утра. Ну, сейчас, конечно, времени 3, попозже. Приготовила себе завтрак. Яичница, орешки кешью, клубника, мой любимый абхазский лимончик. И печенье к чаю. Заварила себе чай бруснефит. Всем желаю приятного аппетита! Я завтракаю, и здесь же аромат клубники, вот этого абхазского лимона. Ощущение, что где-то на юге находишься. Люблю когда. Не только вкусно, но и красиво. Друзья, приветствую с удовольствием вас у меня на канале. Всем добро пожаловать! С вами Ольга. И передаю вам всем огромный привет из города Волжской республики Мариэл. За мной заехала племянница. Мы едем к маме. У мамы сегодня на обед окрошка весенняя со своими домашними яичками. А к чаю торт. Торт попробовали, очень вкусный. Да, да, вы не ослышались. Целую неделю в сам день рождения. Друзья, добрый вечер всем. Я иду от мамы, иду через парк дружбинский. Ребятишки играют так хорошо здесь, безветренно. Но не сказать, что тепло. Хорошо, что я свитер надела сегодня. Свежо, прохладненько. Свежий воздух, небо голубое. Красота здесь. Друзья, вы видели, я зашла в магазин Улыбка Радуги. Купила помаду себе. Посмотрите, пожалуйста, губы накрасила сейчас. Хотела вам саму помаду показать. Вот не фокусируется, и все, телефон, представляете? Показывает все, что вокруг. Саму помаду не показывает. Ну так мутно как-то. Мне кажется, неплохо мне этот цвет. Единственное, вот я, когда красила, слышу запах, отдушка есть. Не люблю. Люблю, когда помада вообще ничем не пахнет. Но такую помаду, мне кажется, больно ты не найдешь, не сыщешь. И еще купила Чистин. Чистин Универсал, санитарно-гигиеническое средство. Это, знаете, для ванны, для унитаза, для раковины. Я вот это средство, ребят, покупала раньше в семейном магните. Сейчас его туда не привозят. Вот хорошо, что мама нашла в Улыбке Радуги. Мне сказала, и я купила. Хотела две взять, думаю, да ну тяжести не хочу таскать. Тем более мне нужно в магазин зайти, в продуктовый. Поэтому, думаю, хватит мне пока одной. И селась на качеле. Странно, что на качелях никто не сидел. Обычно они заняты. У мамы поели окрошки, чай попили с тортом. Все вместе дружно пообщались. Лерочка была, Гордей, Люда. Я звала Люду с собой в Улыбку Радуги. Она говорит, ой, мне некогда, надо домой ехать. Там Матвея надо кормить. Что-то, может быть, приготовить ему нужно. Поэтому пошла одна. Очень у них жарко. Говорят, что отопление отключили. Ну, сами они выключили. Но, все равно в магазине душно. Кондиционер не работает, не включен. Еле-еле дождалась, пока быстренько расплочусь и бежать оттуда. Еще там начали меня спрашивать, есть ли карточка наша. Без карточки будет вот такая цена. Я говорю, да я в курсе, девушка. Давайте быстрее, говорю. Берите с меня. И я побежала дальше. Там невозможно прямо находиться. Очень жарко. Ребят, сегодня написала в администрацию города. Это может сделать любой человек. У них есть своя страница, свой аккаунт ВКонтакте. Пожалуйста, вы можете зайти на их страницу и написать им сообщение. Я спросила, что долго ли мы будем улицу отапливать. Они мне пишут, что в связи с резким понижением температуры отопительный сезон продлится с 3 мая, вот 3 они подключили опять, по 20 мая. То есть маме вчера правда сказали в аптеке, что по 20 мая. Представляете? Там 20 уже 21 градус стоит. И опять пишут, что среднесуточная температура должна быть 3 дня не меньше 8 градусов. Там 5 и 10. Ну, уже сейчас, ребят, 12 градусов вот днем. И уже не первый день. Как они собираются до 20-го? Я посмотрела, там 20-го числа уже 21 градус стоит. Плюс 21. А они все будут отапливать? Ну, почему нельзя нормально-то отрегулировать? Все потеплело, выключайте, хватит. Я думаю, ребят, все дело в деньгах. Сейчас такие суммы присылают, мама не горюй, за отопление и вообще за квартиру. Я думаю, что все дело в этом. Если бы они отапливали нас бесплатно, конечно, было бы все равно, когда выключать. А тут денежки нужны. Я думаю, что загвоздка вся в этом. Хочу вам сказать, что клубнику, которую брала вчера на рынке, ну, не на самом рынке я брала. Я вам сказала, что на улице вот стоят женщины, клубникой торгуют. У них такая какая-то она уже лежалая. Я наклонилась, но уж носом не утыкалась, конечно, в нее, в клубнику. Но у меня нюх хороший и наклонилась понюхать, пахнет ли она вообще чем-то или нет. Я запаха не услышала вот на улице от клубники. Потом она стоит дороже. А вот внутри, где там торгуют и урюком, курягой, вот этим всем прочим финиками, вот там взяла, мне понравилась клубника, сладкая. Ну, не сказать, что прямо очень сладкая. Конечно, была слаще в Зеленодульске. Такая нормальная, ребят, ароматная. Чувствуется, что действительно привезли из Краснодарского края. А до этого вот Люда сегодня сказала, что клубника была турецкая везде. Это чувствуется, что не турецкая, чувствуется, что наша. Я съела прям с удовольствием. Еще хотела вам сказать, совсем недавно мне прислали подруга моя и сестра ссылку на видео, в котором использовались отрывки из моих видео, когда я ездила в Зеленодульск на МРТ. МРТ головного мозга. И там, значит, что-то вырваны какие-то слова из контекста, и под видео было написано, что якобы в Зеленодульске лучше, чем у нас. Ну, ребят, так оно и есть. В первых, экологическая обстановка лучше, я вам говорила. Город зеленый, город прибранный. Хотя вот зимой были жалобы, что в Зеленодульске убирают даже хуже, чем у нас. Что в Татарстане убирают хуже снег. Я, конечно, была удивлена, но слышала это вот прям от нескольких людей. Говорили, что все завалено снегом. Действительно, вчера вот зашла, хотела купить, например, урюк вот этот шоколадный. Вот даже его нет, ребят. Сегодня мне Люда сказала, что это те же продавцы работают в Победе. Там есть тоже ларючек сухофруктов, те же сухофрукты. Те же хозяева, те же продавцы. И там я сколько раз заходила вот в Победу. Нет нормального урюка. И здесь тоже. Почему, я не знаю, ребят. В Зеленодульск приедешь на рынке, чего только нет. Глаза разбегаются. Кстати говоря, и раньше так было в Татарстане. Всегда было как-то насчет продуктов получше. Я помню, что мы жили в Казани. Не помню, какой год, ребят. Наверное, 99-й что ли. Да, ребят, это был 99-й год. И я помню, что там даже в молочный магазин заходишь. Там чего только нет. Там такое разнообразие молочной продукции в Татарстане. У нас очень скудно насчет этого. Был свой волжский молокозавод, его закрыли. Был волжский хлебокомбинат, его закрыли. То есть у нас хлеб привозной, молоко привозное. Молоко у нас, вот это очень важная корова. Потом еще какое-то такое же раскрученное рекламой. Местного ничего нет. Вот мне очень нравится у ребят в Славянске-на-Кубане. У них магазинов море таких фермерских. Фермерское хозяйство люди держат и тут же продают. То есть у них можно купить. Они постоянно покупают. У них дети возвращенные на всем своем. Вот это мне очень нравится. Постоянно свои яйца, свое молоко, творог, масло. Потом у них есть армянские магазинчики, мне нравятся. Я вам говорила, где продают мясо для шашлыков уже готовое. Потом печень в свиной сетке, в сетке из свиного сала. Потом, значит, люля-кебаб. И все это такое вкусное, ребят. Я не знаю, конечно, какое мясо там используется. Но вот как будто все настоящее, как раньше. Мне это очень нравится. Ребята вообще молодцы. Вот друзья мои в Славянске-на-Кубане. У них дети лет до 15, наверное, не знали, что такое Кока-Кола. Они пили компот. Оля с Лешей варили компот. Большую-большую кастрюлю. Там, знаете, кизил. Я, кстати, вчера посмотрела, думаю, кизил куплю. Не, у нас нет никакого кизила. Даже в помине на рынке. Значит, кладут кизил. Ну, вот что есть зимой, например, они замораживают там клубнику, вишню. Вот это все кладут в компот. И делают такой сборный компот. Вот Леша, кстати, молодец, хозяйственный такой. Привез специально у него рядом с работой рос крыжовник. Вот он привез кусты крыжовника. Дома посадил в огороде у дома. И они крыжовник тоже и замораживают. И так вот, ну, естественно, летом варят компот из живого, только что собранного. А на зиму они замораживают для того, чтобы тоже детям компот варить. Варят большую кастрюлю, убирают в холодильник и наливают периодически в графин. И ребятишки у них пили вот такой компот. Я вообще, знаете, увидела, когда первый раз, я обалдела. Думаю, ну, надо же, молодцы какие. А у нас вот эти соки в коробке. Детей паят с измольства. Ну, мне кажется, там в этих коробках сок-то вообще нет, понимаете. Там он, если есть, то он, ну, не настоящий точно. Конечно, хорошо вот такие компотики варить. Я думаю, что ребятишки будут здоровее на этих компотах. Гулька никак не догадается, что надо в домик заходить с другой стороны. Там открыто, а здесь закрыто. И вот голубь с этой стороны бьется, бьется. Там, видимо, что-то, может быть, хлеб положили или еще что-то. Никак не может в этот домик попасть. Ребят, сижу, вы знаете, даже руки замерзли. Вот холодно, ветра здесь нет. Но воздух прям холодный. Надо посмотреть сейчас, сколько градусов. Мне кажется, 12-то нет. Вот на солнышке, может, 12, а в тенито 12-ти нет, конечно. Кстати, ребят, когда я была в барс-мед в клинике в Зеленодольске, все забываю вам сказать. Мне же там брали кровь из вены общую, общий клинический анализ. И мне должны были вводить, вы знаете, контраст. Я говорю, а нельзя сразу одновременно и кровь взять, и контраст ввести, чтобы вену не тревожить два раза. Ну, потому что у меня одна только такая, знаете, нормальная вена на локсевом сгибе. И вот она, значит, пошла там выяснять, выяснила, пришла мне, говорит, нет, так нельзя. Объяснили, что контрастирование происходит прямо во время процедуры МРТ. То есть делают МРТ, контраст, опять МРТ. То есть до контраста и после контраста. И что хочу сказать. Я, значит, женщине, которая у меня брала кровь, я ей говорю, а у вас аптечка-то, говорю, не от ложка-то есть, потому что мне, говорю, контраст ни разу не вводили. Но я боюсь, вдруг у меня, например, будет анафилактический шок. От любого нового препарата, ребят, даже от старого, не то что от нового, может случиться анафилактический шок. Поэтому я никогда не рекомендую никому делать дома уколы. Но вы не сможете просто не оказать помощь, не успеет скорая доехать. Там мгновенно происходит падение артериального давления, и его невозможно поднять без специальных препаратов. И вот я ей говорю, у вас есть неотложка? Она мне говорит, нашатырь, что ли? Я думаю, ничего себе. Думаю, вот так что-то случись у них, они тебе нашатырь дадут, и все, и чао-какао. Я говорю, а разве в неотложную помощь, говорю, входит нашатырь только? Нашатырь, извините, это когда голова закружилась, там, придоморочное состояние. Ну ладно, так и быть нашатырь. А когда там давление падает так, что его измерить невозможно, какой там нашатырь? Там гормоны нужны, глюкокортикостероиды, адреналин, да там че только не надо, извините меня, нашатырь. И вот я говорю, у вас аптечка есть? У вас собрана аптечка для неотложной помощи? Набор неотложной помощи? Или, говорю, у вас как с кулером? Вот в кулере, помните, воды не было у них? Она такая, есть, 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 да-да-да, есть. Я думаю, не знаю, что там у них есть, раз она мне про нашатырь сказала. Вот это вот забыла вам рассказать. Этот момент. Ну, слава богу, все нормально обошлось. Вели они мне контраст. Никак я на него не отреагировала. Но, ребят, готовым надо быть всегда и ко всему. Потому что это дело вообще не шуточное. Там не успеет скорая никогда ехать. Там вся надежда только на того, кто оказывает неотложную помощь. Это то же самое, как с отеком к венке. Мотоциклист катается с горки, с которой дети зимой ездят. Вот он заезжает на нее, бжжжж, вниз. Опять на нее, опять вниз. Вот, посмотрите. Нравится ему кататься здесь. Так вот, ребят, это как с отеком к венке. Помните, на яльчик у меня был у девушки, на яльчике отек к венке в пансионате? Укусил ее какой-то муравей под мышку. И она сказала, что она каждый год приезжает на яльчик, и каждый год ее там кто-то кусает. Понимаете? Каждый год у нее отек к венке. И она все равно туда едет. Но, понятное дело, что дело не в яльчике, а дело вообще в том, что она находится на природе, в лесу, там, где много вот этих насекомых различных. Дело в этом. Вот я и предложила выход из ситуации. Сказала, что она дней за пять до приезда на яльчик начинала пить антигистаминные средства. Ну, например, супрастин, то видел, что она там пьет, я не знаю. Димедрол уже сейчас, наверное, никто не пьет. Димедрол только ампульно делают, и то его сейчас больно-то не найти. Помню, лежала в больнице в 19-м году с пневмонией. И это еще была до ковидная. До ковидная. Со старым ковидом. Может быть, это старый ковид был, ребят. Потому что пневмония была прям тяжелая. И не было в больнице литической смеси. Представляете, вот литическая смесь состоит из димедрола. Раньше, по крайней мере, мы так составляли. Димедрол, навокаин и анальгин. И вот я помню, дежурил Павел Юрьевич Ишкинин. Молодой Ишкинин. У нас был отец его, врач-терапевт. Его мы звали Молодой Ишкинин. И он стал врачом-терапевтом. Я не знаю, где он сейчас работает. Ребят, волжские, если меня смотрите, напишите мне, пожалуйста, где сейчас Павел Юрьевич. И вот он пришел, посмотрел, как я мучаюсь. И он так проникся. Меня температура просто сжигала. Так проникся. Так, вот знаете, сочувствием ко мне. Побежал по всем отделениям, представляете. И собрал мне вот этот комплект литической смеси. Димедрол, анальгин, навокаин. Ну, я не знаю, был ли димедрол. Может быть, вместо димедрола там супрастинт и вигил тоже можно использовать. Потом вместо навокаина сейчас ножку используют, я знаю. И принес литическую смесь. Мне ее сделали. И, ребят, у меня больше температуры, выше 37, не поднималось. И я просто ожила. Я стала хотеть есть. Я стала хотеть пить. Я стала, не знаю, я стала спать. Я стала разговаривать, как нормальный человек. А так я просто погибала от этой температуры. Потому что у меня никогда не бывает высокой температуры. У меня иммунитет снижен. И температура 37,5 – это самое высокое, что бывает. А там была 38,5. Я говорю, она меня просто изнутри сжигала. Ну, вроде казалось бы, да. Я понимаю, что у людей бывает и 39, и даже выше. Но для меня 38,5 – это, ну, оказалось, что это почти смертельная температура. Я умирала просто. Мне казалось, что все, пора прощаться со всеми. Но так было тяжело. И я ему так благодарна. Он меня просто спас. Вот просто спас. Молодец, Павел Юрьевич. Он работал у нас в поликлинике. Такой, знаете, интеллигентный молодой человек. Приятный. Щечки такие у него розовые, румяные. Очень приятный. Мы еще отмечали, помню, то ли 50 лет было, вот как раз, который я полностью там принимала участие, с головой ушла, готовилась. То ли еще какое-то было мероприятие. Я помню, что он принимал участие. Он был вместе с нами. И танцевал, и такой веселый, положительный, позитивный. Очень приятный молодой человек. Ребята, про яльчик вспомнила. Ой, так сразу на яльчик захотелось. Погулять там, побродить, на озеро посмотреть. Я, конечно, люблю яльчик летом. Когда там полно отдыхающих. Вы знаете, я уже вам говорила не раз, так уютно и приятно, когда у них на веранде висят полотенца, музыка играет. Многие приезжают со своими занавесками, вешаются на веранде тоже, чтобы как-то уединиться на этой веранде, вечером посидеть, чай попить, чтобы комары не летели. Может быть, когда жарко, чтобы от солнца немножко закрыться. Ну и вообще создать такой, знаете, уют, домашнюю атмосферу. Обожаю яльчик. Скорее бы лето. Меня многие спрашивают, поедете работать на яльчик или нет. Нет, ребят, работать я не поеду. Я, конечно, съездила бы с удовольствием отдохнуть. Вот сначала хочу, пока холодно, потому что там домики деревянные, сначала хочу съездить к Свете, к подруге, вот где у меня подруга работает. Это Марбумовский пансионат или Марбумовская база отдыха МЦБК. Вот туда сначала съезжу. У них потому что здание кирпичное, там тепло, поэтому вряд ли я там замерзну. Ну, может быть, даже, я говорю, может, даже без ночевой поеду. А уж в пансионат обязательно мы с вами тоже съездим летом. Дай бог здоровья. Но уже когда будет тепло, чтобы вот прочувствовать всю эту атмосферу летнего отдыха. Ребята, иду домой. Сейчас зайду в Чижик, хочу купить мандарины. В этот раз с Катюшей встретились. Катя говорит, где-то брала мандарины в Чижике в городе. Были невкусные, несладкие. Не знаю, у нас. Вот прям вам очень рекомендую. Мира 24. Всегда сладкущие мандарины. Сколько берут, и всю зиму, и всю весну, ни разу не было, чтобы попался какой-то там кислый, несладкий мандарин. Ни разу не было. Поэтому сейчас с удовольствием возьму мандаринчиков. Смотрю, может быть, еще каких-то фруктов, овощей. Ребята, хотела сказать большое спасибо всем, кто пишет мне комментарии, кто ставит лайки здесь под видео и ВКонтакте на моей странице, тем, кто подписывается на канал, и тем, кто смотрит видео от начала до конца, не прерываясь. Все это, вот все вышесказанное, улучшает статистику моего канала. Я вас благодарю за помощь. Спасибо, что вы меня смотрите. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что ждете выхода моих видео. Обнимаю вас крепко, ребят. Желаю вам всего самого доброго. Будьте здоровы, самое главное. Надеюсь, что скоро мы с вами увидимся. Пока-пока. Ребят, как и хотела, сварила чечевичный суп. Покрошила свежие зеленки. Надо попробовать. Вкус специфический. Как Райкин говорил. Положила крылышко. Сейчас его распотрошу. Буду есть с курочкой вместе. Люблю чечевичный суп. Тем более, давно суп не готовила. Прям в удовольствие. Надо сесть, ребята. Это я стою, снимаю. Надо за стол сесть. А я оторваться не могу. Вкуснота. Друзья, всем приятного аппетита. Готовьте чечевичный суп. Кладите добавки. И ешьте с удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.